МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дверь Универсал Банк. Устойчивое. Динамичном. День Победы в качестве города воинской славы Тверь встречает во второй раз. Торжественные мероприятия уже традиционно стартовали с военного парада у памятной стелы «Город воинской славы», после чего колонна двинулась к обериску Победы. Тверьяне спасались от непогоды под зонтиками, ветеранов довезли на специально выделенном для этих целей транспорте. День Победы полностью оправдал название грустного праздника. Ветеранов Великой Отечественной войны в нашем городе скоро можно будет пересчитать по пальцам. Тем более, что на длительное стояние под холодным дождем даже в праздник решились далеко не все прошедшие войну бабушки и дедушки. Особо стойкими оказалось поколение детей войны, которые вместе со взрослыми разделили радость мая 1945 года. Мы были очень рады, были очень счастливы. У меня отец был в войне, и он в 43-м году погиб. Ой, отмечали, ну как всегда, господи, волос был. Ну, все-таки отмечали, семьей все. На площади, ой, в 6 часов, как сообщили, Победа, сразу побежали на площадь. Все собрались, народ было много. В общем, прекрасно было. Проведению парады сильный дождь не помешал. Перед горожанами промаршировали офицеры различных подразделений, кадеты и суворовцы. На бронетранспортере привезли знамя Победы. Поздравления с главным российским праздником прозвучали из уст городских и областных властей, ветеранов и подрастающего поколения. В то, что память о подвиге наших предков будет жить и дальше, святый верит старшее поколение. Мы будем всю жизнь. У меня сейчас 81 год, исполняется 82 года, 9 сентября будет 82. И мы все помним. Победы должны долго помнить, а то, наверное, надо. Есть люди, я иногда по телевизору смотрю, молодежь даже не знаю, кто, кто начал войну. Я думаю, долго. Почему? Потому что молодежь стала верить в Победу. Когда уже никого из очевидцев тех событий не останется в живых, память о них будут хранить дети, внуки и правнуки. А пока остается не хранить раньше времени тех, кто не ради орденов и медалей подставлял себя под вражеские пули. И не вспоминать о них не чаще раза в год, в День Победы. Днем на праздничную рабочую вахту заступила съемочная группа Елены Трофимовой. Городской сад, парк Победы. Также в объектив телекамеры попал автопробег. Ну, обо всем по порядку. В час дня начались народные гуляния в городском саду. В этот раз празднования прошли вполне тривиально. Торговые ряды с сувенирами, музыка военных лет, аттракционы, концертная программа. В Парке Победы все вышло несколько душевней. То ли к середине дня народ как раз разгулялся, то ли 9 мая людей сюда тянет, как магнитом. Хотя и не все замечают символичность названия места. Несмотря на проливной дождь и чрезвычайно низкую для мая температуру, многие горожане привели сюда даже детей. Я считаю, это очень важно, ходить всей семьей на такой хороший праздник. Вообще, мне кажется, это самый добрый праздник из всех праздников, которые вообще есть. Новый год, день рождения 8 марта, как-то они все-таки не конкурируют, вне конкуренции. 9 мая все ходят, поздравляют ветеранов, отдают честь и память. А детей-то зачем взяли в такую погоду? Им тоже нравится праздник. Мы же одна семья. Одна семья, конечно. И дети тоже должны все-таки понимать, что такое долг перед Отечеством и за что боролись наши деды. Праздник назвали у фронтовой землянки. Постарались угодить всем. Мужчинам – соревнования по шашкам и шахматам. Женщинам – посиделки и песни. Голы тайные, земли пальные, где-то там про запас. Море держит для нас. Эй, мальчишки, от нас! Ветеранам – военно-полевая кухня. Однако не в том виде, в котором ее привыкли видеть защитники Отечества в предыдущие 66 лет. Так как у нас Парк Победы является зоной трезвости, мы решили все-таки боевый инстаграм не выдавать. То есть, да, у нас официально объявлен Парк Победы – зона трезвости. И, конечно, мы к этому стремимся, чтобы и старшие поколения, и молодежь чувствовали, что все-таки это место отдыха. Все годы-то было, всегда. А так, если бы вы знали, что не дадут, не пришли бы? Конечно. Зачем в такую погоду ходить? У вас-то интересно выпить 100 грамм из солдатской каши. Ну и чтобы расстроились? Выдешь мне приятно. Неприятно, когда в руки отрозят. Быть мужчиной, быть мужчиной, кровью свою любить. И еще из хроники. Наш телеканал выступил информационным партнером ФМ-станции «Авторадио». В одном из городских автобусов коллеги из редакции провели свою акцию. Руководство компании «Авторадио» совместно с нашим телеканалом решили сделать доброе дело. 9 мая, в праздник ветеранов и детей войны, автобус, следующий по 21 маршруту, работал без билетов. 21 маршрут очень популярен в городе, это безусловно, поскольку он следует из южного в микрорайон Мигалова. Ну и, конечно, маршрут автобуса проходит мимо всех памятников, которые связаны с Великой Отечественной войной, с Днем Победы. И, естественно, выбор этого автобуса не случайен. С самого утра мы стараемся людям сделать приятное, подарить им улыбку и хорошее настроение, несмотря на плохую погоду. На пути всего следования автобуса партнеры акции поздравляли всех пассажиров с праздником. Сотрудники «Авторадио» дарили приятные подарки, создавая в салоне поистине праздничную атмосферу. В этот день не было ни одного человека из тех, что сели в автобус, кто бы не улыбался. Все вместе пришли к выводу, что такие акции действительно нужны нашему городу. Обязательно нужны, потому что, чтобы все помнили от самых-самых маленьких до самых-самых стареньких. Обязательно. Огромное спасибо. Мы «Авторадио» любим, очень уважаем, всегда его слушаем. Очень нужна. Очень нужна. Больше доброты у людей появится и больше уважения к старшему поколению. Это очень хороший вклад. Приятно, когда относятся к ветеранам войны так. Я рад. Спасибо. Ну и в продолжение праздничной автомобильной темы. Вчера в городе была замечена автоколонна из 145 легковых автомобилей. Само собой, она привлекла и наше внимание. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Сколько вы насчитали? Да. 145 машин с диким ревом клаксонов полдня носились по городу, знаменуя нашу победу в самой кровопролитной войне 20 века. Этот автопробег по праву можно назвать самым массовым в новейшей истории нашего города. Тверская молодежь решила оживить таким образом традиционное празднование 9 мая. Не победы! Организаторы рассчитывали на куда меньшее количество участников. Предполагалось построить колонну из 40 авто. Но неожиданно для всех, а в первую очередь для сотрудников ГИБДД, желающих прокатиться с ветерком и напомнить городу о великом празднике, оказалось от 200 до 400 человек. Точно сосчитать всех никто так и не смог. Ну, скажем так, есть достаточно большая группа молодежи, которая занимается автоспортом, и они прежде всего автолюбители. Им интересно в таком именно виде это выражать. Большинство даже не испугались сильного дождя и, собственно, ручно разукрасили любимую машину во все цвета радуги. Спасибо деду за победу, помню и горжусь, за родину. Такими лозунгами ребята сопроводили свое действо. Машин не жалко, нет, потому что все ради победы, ничего не жалко. Финальной точкой пробега должна была стать площадь у памятника Афанасию Никитину. Но вопрос парковки всей этой чудо-колонны сильно встревожил госавтоинспекторов и от греха подальше патриотично настроенную молодежь отправили парковаться у речного вокзала. К памятнику ребята пришли своим кодом. Более 200 человек пытаются встать в живую цепь от моста до моста в акватории Волги. Это символизирует мир и дружбу, за которые боролись наши деды и прадеды. Сегодня, в 67-ю годовщину Великой Победы, это своего рода спасибо. Соединить два главных Тверских моста с собой ребятам все-таки не удалось. Но сам процесс оставил в душе каждого светлое и искреннее чувство радости и благодарности воинам-освободителям. Ближе к вечеру праздничную эстафету подхватила съемочная группа Анны Шевчук. Она завершала нашу работу. У обелиска Победы был концерт и фейерверк. Несмотря на проливной дождь и едва плюсовую температуру, в течение дня народу на Площади Победы собралось немало. Возложить цветы к вечному огню выстраивались очереди. С пяти вечера на сцене у обелиска Победы выступали тверские таланты. Как малоизвестные коллективы, так и известные медийные лица. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Стоит отметить, что ни участников боевых действий, ни ветеранов Великой Отечественной нашей съемочной группе в этот вечер найти не удалось. Зато молодежи было немало. Очень радостный день, мне кажется, для всей России. Наши бабушки и дедушки воевали. Мы пришли восложить цветы. Ровно в 21-м нам состоится праздничный царь. У меня дед воевал. У меня очень много медалей, правда мы их в детстве потеряли все. Он нам удавал поиграть. Велигия Победы. Чтобы вспомнить все, что было. Чтобы сказать спасибо всем, кто боролся за нашу Россию, за наш город. Вообще это великий праздник для всех нас. И вот показать нашим детям, что наши деды, прадеды воевали. Чтобы они мирно жили, улыбались, бегали, ловили шарики. Всех с праздника Победы. И чтобы всегда было мирно и без войны. Дед вообще-то никогда не говорил про войну. Он не любил про нее говорить. Хотя он у меня был. Воевал, добровольцем ушел. Его в армию не брали. Всю войну он воевал без единой царапины, без единого ранения. По традиции День Победы завершился праздничным салютом. Правда, праздничным фейерверк, которого ждали тысячи тверичан, назвать довольно трудно. Видимо, испугавшись, что в Твери вновь зарядит ливень, салют решили провести, не дожидаясь ночи. Помните прошлое, берегите настоящее. Думайте о будущем, о прекрасном слове жизни. С праздником вас поздно. И пусть и множится слава нашего родного города. Города воинской славы. Дверь Универсал Банк. Устойчивое. Динамичном. Теперь окунемся в сказку. Евгения Щетинина понаблюдала тут за рыцарскими турнирами, кстати, весьма травмоопасными, и пообщалась с любителями исторической реконструкции. Немецкие крестоносцы, испанские дальго и русские богатыри сражались в минувшие выходные на живописном берегу Волги. Не подумайте, машину времени еще никто не изобрел. Просто организаторам фестиваля исторической реконструкции удалось передать атмосферу средневекового военного лагеря, хоть и местами интернационального. Тверская застава – событие зрелищное. Уже второй год подряд оно собирает сотни участников, желающих познакомиться с обычаями наших предков. Нужно помнить свое прошлое, нужно понимать свои истоки. Это воспитывает определенные традиции, преемственность традиций. То есть сейчас у нас в обществе мы теряем традиции, мы теряем традиции своей земли, своего народа, своих предков. И чтобы их сохранить, должен кто-то этим заниматься, то есть показывать, что они существуют, эти традиции существовали, что кто-то их хранит, кто-то их помнит. По левую сторону – лагерь штурмующих, по правую – лагерь осажденных. Последний – более консервативный. О мобильниках, компьютерах и других благах цивилизации на четыре дня можно забыть. У многих реконструкторов даже кухня соответствовала предпочтениям выбранного государства. На завтрак – фасолевая похлебка, на ужин – чиликонпарне. Такой рацион – нередкость для испанского рыцаря 17 века Артема Бондуриста. Он с детства засчитывался романами Вальтера Скотта, однако, повзрослев, стал менеджером среднего звена. Тем не менее, раз в году Артему удается воплощать свои детские мечты. Одежды разделяются условно на парадную и на походную, боевую. Сейчас, так как у нас открытие фестиваля, я, соответственно, надел чистую белую рубаху, как положено испанскому идальгу, испанцы славились своей педантичностью в вопросах чистых рубашек. Даже другие народы отмечали, что даже самый бедный испанский идальгу не позволит себе выйти утром из дома без белой накрахмальной рубашки. На фестивале у любителей меча и шпаги есть реальная возможность выпустить пар. И доспехи здесь не просто часть костюма. Мы же бьемся, пока человек не падает, в полный контакт. Мне пробивали шлем 2,5 мм стали, то есть получилось трясение мозга, но жив-здоров. На этот раз без кровопролитий так же не обошлось. При одиночном поединке один из воинов внезапно потерял шлем. Удар противника не заставил себя ждать. Ремператора! То никто не получит очко, вы не вздохли за космопартиру. Ребят! Кульминацией праздника стала осада деревянной крепости. Жители осажденного лагеря защищались как могли. В ход даже шла тяжелая артиллерия, пушки и мушкеты. Но в конце концов крепость была взята. После такой нистовой схватки организаторам фестиваля тяжело будет удивить зрителя в следующем году. И в завершении программы. Мы были бы не правы, если бы громко не сказали о том, о чем шепотом все говорят уже достаточно давно. Увы, но Великая Победа с каждым годом от нас все дальше. И это заставляет задуматься. Вот что услышали вчера наши корреспонденты. К сожалению, сейчас идет очень сильная информационная войная кампания. Если вы почитаете топ, например, живого журнала за вчерашний день, из 20 верхних постов, в принципе, 15 отрицательно относятся к Дню Победы, в который критикуются всячески этот праздник как таковой. Приводится история, те факты о том, что до 65-го года День Победы вообще не праздновали, он не был выходным днем и так далее и тому подобное. Плюс все это совпало с выступлениями несистемной оппозиции и их народными гуляниями по городу. Все забито в интернете этими информационными ресурсами. Страшные вещи еще какие происходят. Это у меня в ВКонтакте почти 2000 друзей, но я могу сказать, что человек 10 точно поставили к 9 мая себе портрет Гитлера на аватарку. Это тоже о чем-то говорит. Все они в нас, здесь в городе Твери вместе с нами. Сегодня была вот русская пробежка за здоровый образ жизни. Тоже как бы общался с организаторами, тоже они сами понимают, за что они бегут. Потому что лозунги, которые они выкрикивают, не совпадают вообще с самим праздником, с пониманием вообще общей истории нашей. Но это все процессы происходят, бурлят, но я думаю, что именно наша задача и цель думающей, патриотической молодежи оказывать воздействие на всех странах. Пускай да, вот такими автопробегами, но этот праздник никогда из нашей памяти не сотрется, он будет всегда. На этом все. Завтра мы вновь в эфире. Удачи! Дверь Универсал Банк. Устойчивое в динамичном.